университету по школе о каким-то мирным изначально объектом да вот это было бы военное преступление и именно это сделали российские войска в чечне когда ударили по центральному того еврея которым ты говоришь он поймать не может поэтому здесь у него кишка тонка если же у него была бы возможность его поймать он бы его тоже поймал но увы нет у него такой возможности увы том что прошлом эфире ты кощунственно назвал сброс атомных бомб на японию на ни в чем не повинных людей акта принуждения к миру так и удар по рынку грозного 99 и прочие преступления можно оправдать разные вещи там где америка наносила удары по городам которых были сосредоточены основные силы японских японской армии там где эти два города как бы не просто также выбирались они обеспечивали эту армию там немало как бы было их вооруженных сил просто есть правила ведения войны международно признанные и соответствии с этими правилами то что сделала америка это военные действия это не является военным преступлением это война если бы они целенаправленно нанесли бы удар допустим по больнице по рынку по роддому по университету по школе по каким-то мирным изначально объектам да вот это было бы военное преступление и именно это сделали российские войска в чечне когда ударили по центральному рынку а когда в городе укрепился враг и противник наносит удары по городу при этом он наносит удары по врагу но гибнут при этом и мирные люди это не считается военным преступлением да конечно враг должен пытаться избегать жертв среди мирного населения но как вы понимаете не в древние времена не в сегодняшнем современном мире это невозможно избежать полным полным таким в полном масштабе поэтому до мирные люди конечно тоже и я я понимаю и сожалею по этому поводу но назвать это преступлением не могу это были действия со стороны америки на мой взгляд полностью соответствующие правилам ведения международных воин и они полностью соответствовали интересам америки и самое главное что это дало результат это дало плоды япония только после этих ударов подписала капитуляцию и реально это было принуждение к миру япония действительно прекратила войну и это конец второй мировой войны поэтому здесь я думаю ничего более сказать просто нельзя а проводить такие параллели но всегда найдутся люди которые будут проводить параллели между какими-то оправданными действиями и откровенным преступлением но это все-таки разные вещи давайте уже закроем наверное эту тему про хиросиму и нагасаги я свое мнение высказал как вы знаете это не моё какое-то там индивидуальное мнение это в целом наверное позиция из самых соединенных штатов америки и ну и части людей которые считают также есть конечно и альтернативное мнение есть те кто считают это преступлением ну сколько людей столько и мнений давайте просто согласимся с альтернативным мнением как бы что она есть может быть мы нам оно не нравится но она есть и на этом тему оставим думал ты занимаешься спортом подтягивайся бег по утрам тебе не мешало бы научиться рукавашному бою и держать свое тело в хорошем физически хорошей физической форме это может пригодиться тебе в случае нападения сатир я наверное приму во внимание твое эту твою рекомендацию и может быть начну как ты говоришь бег по утрам за ней займусь рукопашным боем дагестанских пабликах очень осторожно высказываются о такой победе кадырова на выборах а многие его даже поздравляют в общем дагестанское общество также объято страхом как и чеченское мерзко это видеть дагестанское общество в целом все кавказское общество сегодня находится в одинаковом положении где-то больше где-то меньше но в каком-то в хорошем свободном состоянии состоянии когда можно говорить все что ты захочешь ни одно из наших обществ не находится поэтому не стоит как-то этому удивляться и обречать на это такое внимание сказать слух что пригородный район и часть владикавказа это неотъемлемая земля ингушей я не знаю насчет владикавказа я не силен в этой теме но пригородный район безусловно это это то что там произошло это несправедливость по отношению к ингушам безусловно это земля ингушей и это дома ингушей конечно немало людей и заставлял извиняться за шайтана но почему он не обратил внимание на того еврея который с ног до головы покрыл его матом алейкум ассалам кадыров кого мог поймать того поймал того еврея которым ты говоришь он поймать не может поэтому здесь у него кишка танка если же у него была бы возможность его поймать он бы его тоже поймал но увы нет у него возможности увы это для него я имею для нас мы очень рады что у него нет такой возможности тот самый еврей о котором ты говоришь находится в своей стране в израиле пусть он попробует поехать и там кого-то поймать и заставить там кого-то что-то записать нам очень быстро покажет кадырова кто он где его место поэтому но люди там находятся в безопасности от кадырова соответственно могут свободно выражать свои мысли и правильно это делают саламу алейкум тумсо бей почему эрдоган не поднимает вопрос о положении суннита в азербайджане и поддержит ли турция лесгина в их борьбе за свободу алейкум ассалам почему он не поднимает вопрос я не знаю это не могу тебе ответить на этот вопрос поддержит ли там борьбу за лесгина весь они начнут я думаю нет и поддержку да и нигде вообще в мире я думаю не поддержат кроме как на кавказе это даже на кавказе это будет не не официальная какая-то там власти это будет поддерживать а просто люди народ будет поддерживать рассчитывать на какую-то поддержку от каких-либо стран не приходится там где есть мировые правила есть уже определенные границы государств признанные миром там где пытаются их как-то поменять это конечно в целом мир этому противиться и не хочет таки расскажи свое мнение о шотландцах они боролись тысячи лет за независимость вспомнив фильм храброе сердце а когда недавно был референдум на независимость они отказались что за дела тоже слежу за ситуацией в шотландии сейчас как вы знаете после брексита там резко изменилась ситуация и теперь опять к власти пришли сепаратисты так скажем те кто хочет чтобы шотландия была независимой вышла из состава великобритании и они хотят снова поднять этот вопрос на референдуме так что может быть там еще будет продолжение этой истории а а а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok